здравствуйте дорогие друзья сегодня 9 декабря и я продолжаю говорить о том как я пришла к моей осознанной жизни и сегодня я хотела бы поговорить о святом имени как святое имя стало входить в мою жизнь сначала оно пришло ко мне в виде чуток сначала ко мне пришли чутки о которых я повторяла святые имена Господа мантру Хари Кришна Хари Рама затем я отправилась во Вриндаван и там уже на Киртане когда я участвовала в Киртане в воспевании святого имени в Самадхи Шрила Прохопады я также повторяла имена Господа святые и затем впоследствии уже след последующей моей поездки во Вриндаван сопровождались тоже святым именем и святое имя все больше и больше стало входить в мою жизнь разными разными путями разными способами Кришна входил в мою жизнь потому что святое имя это образ Кришны в его звуке таким образом он проявляется в звуке проявляет свою форму звуковой вибрации то есть Кришна когда мы говорим Хари Кришна Хари Рама мы обращаемся к его энергии то есть мантра мантра ман то есть если перевести это слово это слово санскрита что это означает ман ман это ум мантра это освобождение мантра освобождение ума то есть когда мы повторяем эту мантру мы очищаем свой ум мы очищаем свой ум и вот таким вот образом то есть как разными путями мантра входила в мою жизнь на протяжении моих поездок в Гриндава сначала мне подарили в Самадхи Шрива Прабхупата вот такую вот карточку да здесь с изображением Кришны да Кришна и Баларама Кришна темный да темный это Кришна рядом с ним Баларама его брат вот и на обратной стороне здесь вот как раз таки это маха мантра да вот здесь вот наверху санскрит да на санскрит или на хинди я не знаю вот эти вот написана надпись да этой мантры и внизу переведена на английский язык это мантра вот то есть так впервые да в Самадхи Шрива Прабхупата вот ко мне пришла вот таким то образом ах мантра Хари Кришна Хари Рама да и так вот тоже была такая история с этой мантрой когда я жила в одном ашраме да во Гриндаване и там был дом там был да номер где я сидела просто вышла да решила посидеть подышать воздухом свежим отдохнуть на территории ашрама да и мне ко мне подошел один мужчина в белой одежде да ну это был преданный Господа да так скажем ну он был обычный да обычный человек то есть ну не тот кто он не относился да к обществу сознания Кришны он не относился к Кришна Балараммандия да он просто приехал то есть он просто это было да как как турист он приехал да во Гриндава на какое-то время вот и остановился тоже в этом же ашраме вот и вот так получилось да что он подошел ко мне и стал со мной разговаривать да и он показал да у него был такой прибор ну видимо такой прибор для измерения да вот который начинает крутиться да то есть когда мы вибрации да когда мы он говорил он сказал да повторяйте скажите пожалуйста Харе Кришна Харе Раму то есть на тот момент он понимал что я да то есть он понимал что я еще не не повторяла то есть я еще не повторялась это именно да настолько то есть не было вкуса он это знал да а этот мужчина да он знал к сожалению да именно я его не знаю вот вот и вот он вышел да и он стал со мной говорить он сказал да вот смотрите то есть он понимал что он знал что я еще не не повторяла святыми что у меня не было вкуса да у меня даже не было желание повторять и даже не было понимание да что такое маха мантра я не хотела ее повторять да вот он господь да Кришна то есть господь во Вриндаване да вот такие происходят да вещи то есть когда на самом деле когда мы о чем то думаем да это происходит вот и когда этот мужчина да подошел ко мне он сказал вот у него у него был в руках как раз вот этот прибор да металлический или стальной я не знаю самодельный измерительный такой да прибор который начинает вращаться то есть он говорит смотрите давайте повторяйте да повторяйте Харе Кришна Харе Рамы и я начала повторять Харе Кришна Харе Рамы и он начал крутиться да вокруг своя оси Sache вращаться то есть он сказал посмотрите насколько да это имена а сколько они насколько высока происходит да насколько мощность красота в этих мировках да что прибор начинает крутиться то есть вибрация насколько высокочастотная вибрация у этой мантры вот таким вот образом мантра святоима стала входить в мою жизнь вот как бы то о чем сегодня я хотела с вами поговорить ну а на сегодня все всеми желаю хорошего дня хорошей погоды и хорошего настроения увидимся в следующем выпуске